Добрый день, уважаемые трейдеры компании A-Markets, на связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика по торговой стратегии Scalping Intraday на зеркальных уровнях, если таковые у нас найдутся в аналитике. Так, давайте посмотрим. Посмотрим сегодня 5 валют, доллар-канадец, евро-доллар и несколько кроссовых пар, на которых я заметил интересный сигнал. Буду анализировать те графики, по которым намечаются интересные сигналы, то есть немножко отойду от стандартов. То есть стандартные активы золота, нефть, доллар мы рассматриваем в том числе и с Артемом Деевым в рубрике «Битва аналитиков» раз в две недели по пятницам. А здесь я буду выискивать интересные сигналы и о них рассказывать. Вот на сегодня я заметил, значит, по доллару-канадцу мы находимся в таком сужающемся канале. Ну, в принципе, я всегда ищу некие сужающиеся каналы, где цена близко либо к уровню поддержки, либо к сопротивлению. В данном случае цена отбилась от уровня поддержки. Если мы продолжим движение вверх, то у нас будет хорошая зона. Значит, вот в этой зоне у нас будет сопротивление и здесь можем ставить ордера на продажу. Очень хороший сигнал здесь будет. Если же цена продолжит двигаться вниз, то мы будем иметь зону зеркального сопротивления. Вот здесь вот. Тогда, наверное, уже надо будет перестроить вот так вот линию. Вот. И после пробития этой линии у нас будет зона сопротивления еще одна, но уже зеркальная, тоже с сигналами на продажу. Дальше давайте посмотрим австралийский доллар-франк. Тоже находится в сужающемся канале. Немного, скажем так, разворотный такой настрой. Это валютная пара показывает. Но, тем не менее, видно, что подчиняется тенденциям технического анализа. И тоже в районе сопротивления этой линии можем рассчитывать на короткие продажи. Дальше каналиц японская иена. Здесь такие размашистые движения у нее. И линия поддержки достаточно крутая, да, градусы крутые. Но, тем не менее, поскольку разбег хороший между точками, можем рассчитывать на покупку в этих зонах. Вот в этой зоне, когда цена подойдет к поддержке. Что касается британского фунта к японской иене, тоже находимся в таком же канале. В районе сопротивления рассчитываем на продажи, в районе поддержки на покупки. Сейчас как раз цена находится посередине. Куда пойдет, нам не важно. Главное, когда дойдем, не пропустить этот сигнал. Можете использовать алерты, да, правой мышечкой. Кликаем на график торговли и ставим алерт. Вот. И тогда нас оповещает о том, что нужно сделать сделку. Мы не будем пропускать важные сигналы. Ну и давайте евро-доллар посмотрим. Евро-доллар приближается к линии поддержки вниз, о которой я уже давно говорю, но до сих пор так и не дошли. В ближайшее время, если дойдем, будет хороший сигнал на покупку. Вот такие вот сигналы на эту неделю. Всем желаю успешной торговой недели. Торгуйте с удовольствием. Всем пока.